Вот так приходится колотить в запертой двери, чтобы достучаться до хозяев квартиры. Они уже давно не выходят на контакт и копят долги за услуги ЖКХ. Средняя сумма задолженности каждого, к кому этим утром пришли приставы, и специалисты расчетного центра превышает 100 тысяч рублей. Чтобы взыскать эти средства, ведется большая и порой многомесячная работа. Те, кто не идет к нам на контакт, не хотят в добровольном порядке оплачивать свои долги. В отношении должников составляется административный протокол по статье 17.14 о неисполнении требований судебного пристава исполнителя. Также мы составляем акт описи ареста имущества, после чего будет имущество продано на торгах и перечислено в счет погашения задолженности. Ходить по квартирам приходится еженедельно. Вести переговоры, разъяснять нюансы, идти навстречу, как это чаще всего и бывает. Мы предлагаем, расчетный центр в частности предлагает жителям и должникам, попавшим в сложные ситуации, не затягивать, обратиться в расчетный центр. Для получения более подробной информации необходимо обратиться по адресу улицы Юбилейная, 40 корпус 1 или позвонить по телефону 8495-181-1878. Самое главное не сидеть сложа руки и искать способы решения проблемы. Мы со своей стороны готовы идти навстречу в этом вопросе нашим жителям. Следующим этапом, если жильцы не начнут погашать долг, станет приостановление подачи ресурсов. Не исключено, что могут отключить электричество или поставить заглушку на канализацию. Кроме того, капают пени, что дополнительно обременяет ситуацию. Юлия Федориненко, Олег Степанов, информационная программа «День». Элия Федориненко, Олег Степанов, информационная программа «День». Окей,�. Продолжение следует... Продолжение следует...